Гусила, супер-мега-пупер-лакшери-эко-пятизвездочный отель. В этом лагере даже стояли заброшенные кровати. И самое жуткое, это большие многоэтажные заброшенные дома. Так. Пойдет выгонять. Вот так нас пим в нашей палатке. Привет, я Анимэджик, и прямо сейчас я сижу в машине, потому что сегодня мы со всеми моими тремя собаками отправляемся на неделю на море жить в палатке вдали от цивилизации. Именно такой челлендж предложили в комментариях некоторые наши подписчики. Ставьте лайк обязательно на это видео, если вам нравятся такие наши приключения. И обязательно пишите комментарии, потому что я не просто их читаю и ставлю на них лайки, но мы выполняем ваши идеи, так что пишите их внизу. И подписывайтесь обязательно на наш телеграм, потому что именно там вы узнаете все самыми первыми, самые важные новости, что происходит. Ты просто съешь меня сейчас, Юмичу. Ставьте лайк, помогайте этому ролику, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на канал, потому что нам совсем чуть-чуть осталось до трех миллионов. Погнали! Ну что ж, первый раз мы приехали в Абхазию всего на один денечек. Кто приехал в Абхазию? Здесь по сравнению с Сочи народу намного меньше на море. Мы идем с детьми смотреть на белые скалы. Погуляли мы, значит, по белым скалам. Не знаю, почему называют это скалами. По мне, это просто белые камни на пляже, но почему-то это называется белые скалы. Может быть, это, конечно, и скалы. В общем, неважно. Мне кажется, собакам не очень понравилось лазить по этим скалам, но выхода не было. Нам как-то надо было пробираться по этому пляжу. Поплавали мы немножко с песиками на сапе, искупались в прекрасной прозрачной водичке. Помогите! Короче, летом в Абхазии на море совсем не столько людей, как в Сочи, где просто люди друг у друга на головах сидят. И снова третья пляжа. Короче, в Абхазии море намного чище. И после той поездки я решила, что нам для нашего челленджа надо отправиться жить в палатке на берегу именно туда. Если честно, нам уже было пора съезжать с квартиры, которую мы снимали все это время. Поэтому мы просто собрали свои вещички, которых оказалось очень много. Целая машина. Поэтому все это вместе с собой нам взять бы просто физически не удалось. И мы решили сдать их на склад. И отправились вместе с песиками в Абхазию. Палаточный лагерь, который находится прямо рядом с морем. Мы ехали по очень красивым местам. Очень много красивых мест. Очень много красивых мест. Есть даже пляжи, на которых вообще нет людей. Но вот так со всем дикарем как-то было страшновато, если честно. Поэтому мы выбрали все-таки кемпинг, где есть хоть какая-то жизнь. Ехать до него тоже очень долго по лесу и каким-то горам, между коров и лошадей и просто пустых деревень, в которых нет ни одного человека. В общем, поблизости там нет никаких цивилизованных городов и поселков, только люди, которые живут в палатках на природе. А еще прямо рядом с нами был целый заброшенный город. Мы попозже его исследовали. И там произошло кое-что очень странное. Вы потом увидите. И я до сих пор в шоке. Мы приехали, разобрали вещи, расположились, поставили палатку. Ну и в общем, у кого рум-тур, у кого хаус-тур, а у Мэджик будет тур по кемпингу. Рум-тур по нашей уличной комнатке-стоянке. Хотя, чё это? Это вообще супер-мега-пупер-лакшери пятизвездочный отель. Тут есть разные номера за разные деньги, как и в любом отеле. Какой бы номер ты не выбрал, с тебя по-любому берут 400 рублей с человека и 200 рублей за машину в сутки. Интересно, а с беременных берут 800 рублей? Ладно, плохая шутка. А дальше ты уже выбираешь себе номер. Можно взять номерок на второй линии с видом на чужие номера с таким вот шикарным балконом-навесом. Это стоит плюс 300 рублей в сутки. У нас супер-мега-пупер-лакшери туалеты и душ. Это душевая комната с горячей водой для тех, кто хочет жить в полном all-inclusive комфорте. Это прачечная, за 400 рублей можно постирать свои трусишки самому. Тут в ряд у нас несколько туалетных комнат. Тип сортир для самых смелых, а вот тут тип унитаз для любителей комфортного отдыха. С этой стороны у нас экзотический тропический душ. Здесь по вечерам должна проходить анимация и выступать аниматоры. Вечерние развлечения пока не проходят, потому что концертный зал закрыт на ремонт. Дальше у нас идет первая линия вилл с видами на море. Вот там в конце коридора нашего пятизвездочного супер-пупер-мега-лакшери отеля самый первый супер-люкс апартаменты. Отдельные комнаты, несколько спален, детская, кабинет и даже есть двери из натурального дерева. Своя гостиная, столовая на балконе, бар и что угодно. Но пока что тут тоже идет ремонт, поэтому тут никогда никто не живет. За ним еще одна небольшая вилла с заброшенным домом на колесах рядом. Скорее всего, это комната гостиничного персонала, которых тут два человека, строителя Башшорк, Башхир, Башбатыр, Бас. В начале нашего супер-мега-пупер-лакшери пятизвездочного отеля располагается ресепшн и вип-туалет. Вип, потому что тут есть две особые роскоши. Душик рядом с унитазом и целая раковинка. Возле ресепшн находится лобби, зона ожидания гостей и детская комнатка с развлечениями. А также очень красивый ресторан в эко-стиле, который тоже никогда не работает, наверное, из-за ковид-ограничений. Но для самых богатых гостей нашего прекрасного отеля за 150 рулей в сутки в ресторане можно воспользоваться маленьким холодильничком, точнее полочкой в нем. А вот кухней и плитой шеф-повар пользоваться не разрешил. Все номера отеля и комнаты разделены дизайнерской находкой, бамбуковыми стенами и дверьми, которые с легкостью открываются и можно попасть в любое из помещений. Сегодня в отель планируется массовый заезд большого количества туристов с детьми и животными, поэтому я хочу успеть сделать вам тур, пока никого нет. Вот эти люкс-виллы – это плюс 500 рублей в сутки. Таких вилл тут несколько, и у каждой своя личная парковка – зона отдыха с барбекю. И у каждой такой виллы есть какие-то свои плюшки. У кого-то вот дизайнерский аутентичный комплект мебели. А это наш номер. Сейчас сюда вернемся, и я сделаю рум-тур, как мы тут расположились. Вот такой красивый вид. Мы взяли место без всего. Нам достался номер с удобным расположением. В нашей зоне отдыха много деревьев, и большую часть времени у нас тень. Иначе днем в этой жаркой солнечной стране можно просто стать котлетой. Жирок такой вылится и поджарится так. А вот эти люксы с бунгало рядом с нами очень узкие, и у них мало места для отдыха. Кстати, в каждом номере в отеле есть вода. А это значит собственный душ и кухня с посудомоечной машинкой. А вот комната номер 13. Самый неудобный и неудачный номер. Мало теней, почти никаких плюшек, и его очень редко кто берет. Видимо, все люди в этом мире суеверные, и строители тоже суеверные. И даже в 13 номере ничего хорошего не сделали. Он плохой, потому что он 13. А вот это очень просторный номер Deluxe. Рассчитан на большое количество гостей. Приступим к рум-туру по нашему номеру. Тут у нас мусорка. Вывоз мусора стоит 140 рублей за мешок, поэтому мы решили сэкономить и вывозим сами. Это дизайнерская коровья какашка. В нашем супер-мега-пупер-эко-вип-лакшери отеле животные имеют право передвигаться где хотят, в том числе в номерах гостей отеля. И какают они тоже где хотят. А вот это очень вместительная, стильная, дизайнерская, красная гардеробная, где хранится вся основная масса вещей. Спальня находится в самой красивой зоне нашего номера. Коврик при входе в спальню обеспечивает особое удобство. Снимаешь обувь, вытираешь ноги и в кровать залазишь с чистыми ногами. У пушистиков тут собственная чилл-зона для дневного отдыха. Спальня оборудована кроватью кинг-сайз и детской спальной зоной. Больше там в принципе ничего нет, потому что ничего больше не влазит. Вот он прекрасный, экологичный зеленый навес от солнца. А также тут у нас имеется электричество. Еще бы интернет нормальный был, потому что иначе нафига мне телефон, когда сотовой связи нет, так как это другая страна. А вай-фай такой, что иногда даже одно сообщение в телеграме не отправляется. Вот тут у нас гостиная-столовая. Это комод для туалетных принадлежностей. Тут кухонный гарнитур. Вот эти стильные прозрачные витрины спасают нашу еду и посуду от пыли. И главное, насекомых, особенно муравьев. И ужасный хоз, одна из которых меня потом укусила. У собак тут еще одна отдельная зона отдыха с настилом в тени. Это шкаф для хранения продуктов. А это кухонная зона. Здесь фильтрованная питьевая вода, посудомоечная машинка. Все отделано натуральными материалами, бамбуком, деревом и каменной плиткой. В нашем распоряжении плита, духовка и кофеварка, и даже собственный камин с натуральными дровами. Вот такой вот у нас супер-мега-пупер-лакшери эко-пятизвездочный отель. Тут у нас еще один лагерь, там живут веганы, йоганы, медитатары. Здесь есть сапы в аренду, стул для великана. А это стул для ребенка великана. Качельки. А вот тут вот есть вот такая вот скамеечка из бамбука, на которой можно сидеть. Огромное дерево, очень классное, которое вот так вот выглядит. И там вот такая вот скамеечка тоже может сидеть. Когда мы решили немного пообследовать территорию вокруг, мы обнаружили над нашим лагерем на горе заброшенный кемпинг. Он прямо над нами, и внизу видно наш берег. У них там были и раковина, и туалет, и столы со скамейками, какие-то старые сваи, и кто-то явно дров насобирал. Собаки очень много времени проводили именно на поводках. Первую проблему я расскажу чуть позже. А вторая проблема Абхазии – это адские кусты с колючками везде. И они не просто цепляются за шерсть, а такие острые, что могут реально поранить. В этом лагере даже стояли заброшенные кровати. Выглядит очень крипово, когда ты понимаешь, что на десятки километров вокруг толком никто не живет. А еще такое вот лобное место. Это типа костер у них был посередине, и вокруг костра сидели люди и рассказывали какие-нибудь жуткие истории по ночам. А вот это, кстати, не стриженный газон. Здесь во многих местах трава короткая, но не потому, что ее кто-то стрижет. Это все коровы. Сначала самым странным оказалось то, что в этом заброшенном лагере есть вода. Как и у нас внизу, только в незаброшенном. Но потом я поняла, что это кажется нам странным, потому что если место заброшено, то воду как бы должны отключить, ведь за нее надо платить. Но нет. Когда мы с собаками гуляли в лесу, я обнаружила там колодец от реки, из которого и протянуты все эти шланги. То есть это бесплатная вода. И если шланг не перерубить, то вода будет даже там, где никто не живет. То же самое и с электричеством в заброшенном лагере. Я нашла там на дереве розетки. Проверить было нечем, но на 99% я уверена, что электричество в них есть. Потому что туда протянут провод. А так как через несколько дней в заброшенном городе мы нашли подстанцию, от которой идут все провода, то я уверена, что если провод не перерезан, то свет есть везде, там, куда он проведен. То есть, по сути, можно было жить бесплатно на горе в заброшенном кемпинге, имея все те же условия, за которые ты как бы тут платишь. Но страшновато, ведь тут совсем никого нет. А еще рядом с нашим лагерем, кроме заброшенного кемпинга, целого заброшенного города, есть старинный храм аж шестого века. Он просто очень старый и так сохранился. Как раз, когда мы с собаками гуляли возле него и изучали его внутри, мы и нашли дорожку в лес, которая привела нас к колодцу с водой. По второй тропинке мы что-то не решились идти дальше в лес. Потому что такие местечки вокруг навевают какие-то очень мистические ощущения. Будто реально тут обитает огромное количество призраков, которые продолжают оставаться в этом заброшенном месте и жить тут. И в этом заброшенном лагере, и в старом храме, и уж тем более в домах и зданиях заброшенного города, по которому мы по случайному совпадению лазили именно на шестой день нашего пребывания тут. И нашли много заброшенных зданий. И школы, и больницы, и самое жуткое, это большие многоэтажные заброшенные дома. В некоторых из которых кто-то даже до сих пор живет. А может быть нам показалось. Но вернемся к этому в другой раз. Казалось, что с собаком будет тут офигеть как круто. Гуляй, не хочу, бегай, купайся в море, кайфуй, валяйся в тени деревьев и так далее. Но неожиданно появился самый большой минус для жизни с собаками в таком месте. Многие люди приезжают с детьми, и дети постоянно норовят потискать собак. Вокруг ходит очень много бродячих и просто чужих собак. Так. Софи, нет. Софи, нет. Не лай, он же не лает на нас. Кто такой медведь? Нет, Софи же. Софи, нет. Не лай. Нет. Юми, что, иди сюда. Тихо. К нам пришел чувак, который обоссал нам картошку. У воды пошел пить из нашей каши. Сейчас Софи его пойдет выгонять. Сюда постоянно приходят коровы. Много коров. Очень много коров. А еще лошади. Много лошадей. Очень много лошадей. Лошадка чешет пупу об забор и ломает его. Сломала такая, попукала и побежала. И радуется. А собака ее гонит. Эта собака бедная столько дней покакать не могла. Ходила, садилась в разных местах. Даже ночью сидела, пыталась покакать. Запор у нее был. Не смешно, конечно, вообще ни разу. Пошел чинить забор. Говорит, лошадь сломала забор, представляете? Говорит, вообще офигела. Пришла, села, говорит, покакать на забор. Напукала, накакала на забор. Теперь чини его, блин. Дурная какая скотина. А у нашего лакшери номера нет как такового ограждения и забора, поэтому большую часть времени песикам приходится быть на поводках. Чтобы они никуда не ушли на чужую территорию, пока я, например, занята готовкой костром или еще чем. Не бегали к лошадям и к коровам. Не лазили по чужим номерам и не слишком контактировали с разными бродячими собаками. И отпускать их с поводков можно было только под тщательным моим присмотром или на прогулках подальше от лагеря. Именно поэтому, после того, как в первую ночь они спали в открытой машине и по очереди лаяли всю ночь, охраняя то ли себя, то ли машину, то ли палатку, то ли что я не знаю, то ли весь лагерь целиком, на все остальное время я взяла их спать в палатку. Но спать в специальном закрывающемся домике в Кеннеле, иначе все постельное белье будет просто в шерсти, в траве, в грязи, от лапы вообще будет капец, и будет очень тяжело спать в этом. Потому что они весь день ходят по улице. Зато они были рядом со мной и не лаяли по ночам, и не будили всех вокруг. Софи, иди сюда. Заходи. Пошли спать. Очень рано. И встаем тоже очень рано. Вот так мы спим в нашей палатке. Ну, они спят в домике. В своей палатке. У них палатка в палатке. Я сплю в пижаре, у нас здесь постельное белье. Место матраса специального, надувного, например. Очень много, очень много всяких разных тряпок. Спокойной ночи. Надеюсь, она будет спокойной в таком месте. Увидимся скоро в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok